Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Поздравляем, вы получаете 70 долларов и 15 очков. Отлично. Так, забегаем сразу же в магазин, естественно, дайте мне, пожалуйста, ДНК на кого-нибудь. И кто-то там у нас есть, Леонардо. Ну что же, пускай будет так, я не возражаю. Забегаем в задание, открыть колоду, это мы с вами сделали. Поднимите уровень персонажа, это обязательно сделаем, потому что в данный момент у меня не хватает мутагена для поднятия. Так, пройти серию испытаний, давайте вот, наверное, вот здесь быстренько с вами прошуршим это дело. И сегодня мы пойдем делать события, скорее всего. Можно, конечно, и немножко на лиге повоевать, но акцент я делаю сегодня именно на события. Так, секундочку, погоди-ка, дай-ка я лучше сам поиграю. Я чувствую, здесь без потери опять не обойдется у нас, да? Так, Леонардо, давай бомбанем вот этого таракана и бомбанем Криса. Так, меткость мы ему понизили, соответственно, давай вот так вот сразу же когтями его пришибем и добивочный от Леонардо. Во, вот это я понимаю, вот это я понимаю, он пробомбил. Так, а здесь нужно уничтожить в первую очередь Бакстера. Давайте вот так вот, проникающим в живот. Ага. А если вот так вот? Блин, живой. Тогда вот так вот, добивающий от Зека. По красоте, Крис. Давайте его уберем с поля... С поля боя, хотел сказать, уберем. Не убрали. Да что ж такой крепкий-то? А сейчас? Все, минус. Остается у нас специлицей и... Тихо вам. Сейчас специлицей, наверное, еще, да? Подключится или не успеет? Если не успеет, то будет хорошо. Но он успевает. Соответственно, мы сейчас с вами будем уже хиляться от Леонардо. Потому что здоровья маловато, согласитесь. Добиваем футовца. Минус. Так, хорошо. И... Подожди, пицелицева надо. Вот. Вот теперь хиляемся и, соответственно, уже можно спокойно добивать пицелицева. У нас здоровье полное. Опс. Минус. Все. Шикандосик. Мне нравится, как мы прошли с вами эту каточку. Просто шикарненько. Ну, давай, давай, давай. Хорош что-то выделался. Блин, по-моему, тиховато как-то. Надо погромче, наверное, сделать, да? Вот так, я думаю, будет в самый раз. Собираем. Собрать и сбросить. А почему бы и нет? Так, пройти серию испытаний мы это с вами сделали. Сразиться в боях. Слушай, а сколько у нас вообще мутагена? Давай-ка приценимся с тобой. Для начала 2 600. 2 600. Этого маловато. Так, ДНК. Срочно перерабатываем. Не забываем, что нам нужно 10 тысяч для того, чтобы поднять пауку сапарангу. А у нас всего 2 600. Блин, офигеть нужно. Это 7500 еще, да, получается? Хорошо, давайте мы с вами тогда попробуем найти нейтрализатора. Хотя бы маленечко, да, ДНК на него. Все равно нам тоже его прокачивают рано или поздно. Поэтому чем раньше мы начнем искать, тем раньше мы его сможем прапать. Ну и как раз мы за счет этого с вами хоть немножечко подкапливаем ДНК. Так, здесь мы собрали. Давай-ка вот здесь прошуршим. Так, это была первая попытка, сейчас вторая. О, нейтрализатор прям сам к нам идет. Ну и третья. Нет, здесь ничегошенький. Хорошо. Тогда давай еще, наверное, поищем с вами... Да вот, можно даже карайку ту же самую поискать. А почему бы и нет? Чем она нам мешает? Да абсолютно ничем, наоборот даже помогает. Вторая попыточка и последняя. Сейчас третья. Так, улыбнется удача или нет на карайку? Ай! Вот чтобы три раза сработало идеально, это очень редко получается. Маленький шанс, если честно. Так, ну здесь она нам выпадает. Давай вот здесь еще, пожалуйста, улыбнись удача. Улыбается и вот тут. Выпадет, нет? Хе, 120 мутагена просто наоборот. И все. Но тем не менее, мы с вами выполнили задачи. Две, правда, пока, да? Поднять уровень персонажа. Блин, да как же вы достали меня с этим подниманием уровня? Хорошо, давай мы поднимем кому-нибудь слабенькому. Например... Подожди-ка, а мы Баксеру можем уровень поднять или нет? Можем. Ну вот и все, и хорошо. Мы главное задание это сделали. Он у нас по уровню немножечко поднялся. И забираем вот здесь вот выполненные все задания. И, соответственно, сразу же отправляемся в бой. Так, погоди-ка. У нас здесь мутаген. Оу, шикарно. Мутаген нам нужен? Нужен. Поэтому, ребят, вы уж не обессудьте. Мы будем с вами здесь его добывать на автобое. Потому что все легко и просто. Много времени это не отоймет. Извините, у меня лишние 3-4 тысячи на дороге не валяются. Лучше здесь заработать столько, чем я буду, например, открывать фиг знает сколько героев, да? В поисках вот ДНК. Ой, в поисках мутагена, конечно же. Так, ну что ж, давай еще здесь быстренько с вами разрулим. Так, автобой, конечно же, автобой. Здесь полностью вот это все, ребят, проходится на автобое. Причем без проблем. Так, давай, не томи меня уже. Давай побыстрее. Мне нужно спешить. Люди ждут мои бои на арене, в событиях. А ты мне здесь резину тянешь. Так, одна волна. Давай этого мутагеноида. Ну что ты делаешь, ё-моё, Рокзар? Ну нафига вот здесь твоя провокация нужна? Хоть сам играй, вот серьезно говорю. А я, наверное, сейчас сам и сыграю. Почему бы нет? Я быстренько его просто нащелкаю. Ну. У нас получается, так, 900. Это получается сейчас 1200 и 1000. Два боя. Два боя. Ну и смотрите, сколько ушло. Минута, две. Сейчас быстренько его. Ну что ты тут своей кислотой-то в меня стреляешься? Вот. Отлично. Давай когтями. Рокзар бомбит. Плюс постепенка. И Леонардо добивает. Все. Шансов у мутагеноида не было. Абсолютно никаких. Но это еще не все. Еще последний бой у нас. Слушайте, если мы с вами состояли на лиге трехзвездочной, да? На самураях. Сейчас, интересно, меня скинули или нет? Давайте глянем. Ну вот после этого боя. Мне вот просто очень интересно. Предчувствие такое, что сбросили. И опять придется ползти к этим вершинам. Опять искать соответствующих противников, врагов. Так, ну-ка. Добивочный последний? Нет, не последний. Бумс. И промахивается. Давай вот так вот. Суперударом. Опа. Все. Отлично. Ребят, мы весь мутаген собрали, который у нас здесь был. И будем продвигаться дальше. Здесь уже нам делать нечего абсолютно. Полторы тысячи. Вот, смотрите, ребят. Вот, примерно. Наглядный пример вам. 6,287. Практически у меня там было тысяча с лишним, да? 5 тысяч мутагена. Как с куста. За один вот только вот этот вот матч, который был сейчас у меня с мутагеноидом. Бой. Погоди, я не понял. Что это такое, Рафаэль? С какого перепуга? Давай, отдавай свою ДНК на переработку. Сидит там, жмется еще. И заглядываем сюда. Так, я хотел посмотреть на турнире. Да ну нафиг. Вы что, совсем что-то смеетесь? На одну звезду меня сбросили. Ребят, вы не обессудьте. Я должен вернуть. Вернуть себе три звезды, как минимум. Поэтому придется, да, придется попотеть сейчас. И для этого. Так, 38-й, 41-й уровень. Беру сюда. Как говорится, нашего Бакстера. Но это еще пол дела. И также мне нужно взять... Вот, кого же мне взять-то здесь? Так, 41-й уровень. Да, это щекотливо. Давай вот так, так, так. И последний, наверное, будет у меня все-таки Бибоп. А кто-то, ребята, говорил, что я неправильно говорю. Бибоп, Рокстеди. А как, по-вашему, этих персонажей? Сколько я себя помню, их всегда звали кабана Бибопом, Носорога Рокстеди. Что значит, я неправильно их называю? Поясните мне, пожалуйста, в комментариях. Так, ну-ка что? Сплинтер еще живой, живой. Слушай, ну что-то как-то слабенько. Бобим тихо, не надо жарить. Не надо здесь выкаблучиваться. Блин, сплинтер, ну кто тебя вот просил, а? А мы тогда так же сделаем, да? Почему бы и нет? Я вот... Вот она, вот она волна. И... Блин, ты посмотри, они на кого не повесили постепенный урон. А если вот так вот? Слушай, Доник. Сейчас что он будет? Ага, Крит. Понятно, он Критует. Этот сейчас будет стрелять. Лечит. Ну я так и думал, что Микеланджело будет делать отхил. Я вот почему-то так и предвидел этот момент. Ох ты, Бибопчик, ты молодец. Два раза ударил, это шикарно. Давай-ка вот так вот забомби его. Забомби. Нет, ну почему ты слабо так бьешь? Ага. Ой, массовый, да? Но тоже не получилось у него повесить на нас постепенный урон. Ха, минус. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай вот так вот Маузеров вызовем с вами. Слушай, неплохо бомбануло. Особенно по Донателло. И, наверное, будем его добивать. В ладошки вот так. Оп. Пускай отдыхает маленько. Слушайте, мне... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты посмотри, а, на этого чепушилу. Ты видел, что он сделал, а? Блин, я офигею. Я с этого Мотогена... Слушайте, ну тут, видимо, кто-то силен против кого-то. А кто-то, наоборот, слаб. Ну, Мотогеноид упал. Я его качал, 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 качал. Какой-то слабон 38-го уровня. Я его просто-напросто взял и добил. Тогда вот тебе за это. Ракетами. Хе-хе-хе-хе. Вот так вот. Да, одного персонажа мы, конечно, потеряли с вами. И причем довольно неплохого персонажа. Ладно, 577 Мотогена. Кстати, ребята, у нас, может быть, даже сегодня получится все-таки прапать нашего Паукуса. Если мы заработаем 10 тысяч Мотогена. А я думаю, что мы заработаем. Но вначале будем вот здесь вот драться. И я выбираю... Я выбираю вот... Вот этих вот. Это у нас Мария. Да, и давайте с Марией поделимся маленько. И будем делать вот так вот. Как и раньше. Я беру Леонарда. 38-й, 40-й уровни. И возьмем слабеньких. Это будет у нас Макмен. Крысиный Король. Пускай Армагон и Крип. Все, отлично. Вся надежда на то, что у Леонарда все-таки получится с первой попытки уложить здесь всех. Я думаю, что должно получиться. Ну-ка. Абракадабра, получись. Вот так вот. Будут задать свое место, да? Отлично. Ребятули, мы с вами получаем полный бонус. Плюс я еще все-таки реализовал самых маленьких своих персонажиков, которые, естественно, здесь сами по себе бы просто не смогли бы справиться. И 76-я позиция. Две звезды самураи. Отлично. Идем с вами. Так, продвигаемся дальше. Я беру... Я выбираю вот этих ребят. Это у нас Дэвид какой-то. У него Лига Самураев 3 звезды. Как раз нам он и нужен. Я делаю откат на Леонарда. Тут 45-й и 42-й уровни. Соответственно, я буду брать вот этих вот малышей. Всех не буду. Возьму на всякий случай на перестраховку. А вот по укусу... Подожди. Нет, не по укусу я возьму. Я знаете, кого возьму? Лучше... Микеланджело. Это, как говорится, на всякий случай, если Лео вдруг не добьет и останется у кого-то немножечко ХП, чтобы Микеланджело уже смог сделать завершающий удар. И никто из моих ребят пострадать здесь не смог. Вот, видите? Вот, вот про это я вам говорил. Добьет, интересно, или нет? Отлично. Он просто красава. Ха, почему я его хочу прапать? Но, к сожалению, пока у меня не получается, не хватает, как вы понимаете, ДНК. И очень проблемно на него вообще найти. Так, 920 мутагена. Уже шикарно, почти тысячоночку мы с вами зарабатываем. И передвигаемся на 47-ю позицию. Причем это самураи две звезды. Значит, будет три. Ну, а здесь мы выберем с вами хо-хо. Вот тебе и хо-хо. Так, Лидия, да? Ну, вот, давайте с Лидией подеремся. У нее 44 уровень, это максималка. Как раз под моего Леонардо это самый подходящий вариант, я думаю. Но возьмем, на всякий случай, также нейтрализатора и вот малышей. Малышей обязательно. Кстати, вот я сижу и думаю, а что если мне качать малышей, хотя бы их поднимать до уровня 30-го? Это же будет хорошо, это же будет великолепно. Мы с вами на турнире будем брать офигенные преимущества. Причем на старте. Кстати, надо будет эту мыслишку записать. Потому что я все время прокачиваю своих самых мощных персонажей. А маленькие у меня где-то там все время в хвосте. Надо их чуть-чуть-то подтягивать, так ведь? Я думаю, что многие со мной бы согласились. Ну, я имею ввиду только тех, которые могут прокачиваться, которые без А постоят на месте, тут хоть убейся, ничего не получится. Ну что же, ребятули, мы с вами двигаемся дальше. И у нас, у нас есть Серега, есть Юлия. Точнее, подожди, это Юлия? Это Джуя. Джуя. Не знаю, короче. Я тогда возьму и подерусь. А почему бы нам с Серегой не подраться сегодня, а? Давайте возьмем Серегу. И попробуем с ним, как говорится, посоперничать. У него, тем более, самый максимальный уровень 44. Уберем-ка отсюда, наверное, Кейси, на всякий случай. И возьмем Шредера. Погоди-ка, погоди-ка, Шредер не прокатит. Вот. Карайочку лучше всего. Потому что Карайка 100% добьет. А вот Шредер еще под большим вопросом. Ну, Лео, твой выход. Танцор диска. Поехали. Положишь всех или нет? Ага. Вот. Кстати, вот этот удар мы с вами не проверяли. Ну-ка, что это? Опа, оп. Круто. Круто. Она бомбит, да, своими клешнями. У нее... У нее руки змеи? Она, знаете, мне напомнила чем-то нашего Змей Горыны Четверголового. Вы посмотрите, мы с вами очень легко и быстро вернули три звезды на Самураи. Может быть, сейчас мы еще и до сёкла поднимемся? Вот это будет для меня вообще новость. Если у нас это получится, конечно. Так, Адам, Черепашка, Туртли и Владислав. Кого возьмем? Ребят, кого будем брать? Давайте, наверное, возьмем Адама. Очки те же самые, но по сути он слабее, чем те два игрока. И возьмем-ка мы вот, наверное, вот так. Слушайте, нет, не получится, скорее всего, у нас до сёгу надо идти. Не хватит героев. Угу. А ну-ка, Лео, зажги-ка звезды в небе. Получится? Блин, по красоте он бомбит. Карайка, ну как так? А, Шреддер, красава, молодец. Прожег все-таки этого Аракстетика. Ну и получается у нас, кстати, очень мало попыток. 970 мутаген. До сих пор получаем. Даже тысячи пока нету. И 63-я позиция. Блин, ну что ж такое-то? Ладно, хорошо. Давай попробуем тогда с вами сразиться. Ага. С Черепашкой. Давай с Черепашкой подеремся. У нас последний, ребята, от Кати касался. И надо нам как-то с вами героев-то вот этих вот немножко хотя бы реализовать. 30-го уровня рискованно. Но что поделаешь? Раз, два, три, четыре, пять. И как раз вот эти вот последние ребята у меня пойдут на заключительный бой в лиге. Фух. Была не была. Лео. Твой выход. Ты это прекрасно знаешь. Наверное, не подобьет всех. Блин, не подбил. Ну-ка, Тигр. Молодец. Красавчик. Причпокал вот этих вот двух. Ну что же. Мы с вами тогда продвигаемся дальше. Дальше у нас остается всего лишь один последний поединок на лиге. И пойдем мы с вами на события уже. Какая ступень? 38-я. Слушайте, ну неплохо мы идем. Вообще шикарно. Ну так же и быстро, наверное, и упадем. У нас Виктория, Сергей и опять же Лидия. Что там? Они повторяются. Вам не кажется так? Просто уровень у них повышается. Слушайте, это, наверное, вот как бы вам сказать. Ну я понимаю, да? Есть реальные игроки. Вот их, например, нет в игре. За них играет бот. Ну с какого перепуга они вот так вот уровень-то повышают себе? Буквально недавно он был 40-й, 39-й. А сейчас уже у него 45-й, 47-й. Очень интересно. Ладно, выбираем тогда вот Викторию. Мы с ней, по-моему, еще не дрались. И вот я выбираю вот этих всех оставшихся у меня ребят. Соответственно, на раскромсуху. Да тут одного, наверное, зэка хватит. И железноголового. Сейчас проверим. Вот, берем провокацию. Черт, ну давай вот так вот сделаем. Хорошо, говорили. Да елки ты палки. Кого пробьем? Ну давай вот этого вот. Доник. Да я ж хотел пробить, е-мое. А сама... А сам нажал главное. Ну это уже по привычке. Ну, железноголова. Вот и все, ребят. Вот так вот мы заканчиваем с вами лигу. И идем уже... На события. Сколько мотогена? Вот. Вот это уже другой разговор. Тыщенку зарабатываем. Жалко, конечно, что мы не можем заработать больше. И восьмая позиция. Буквально мне не хватает одного боя, чтобы я дошел до сегунов первой звездочки. Ладно. Время все-таки еще пока у нас есть. В магазине... Что у нас в магазине? В магазине ничего хорошего нету. Опачки. Погоди, это же у нас не то. Я уже обрадовался. А сколько у нас мотогена? У нас хватает для того, чтобы мы... Хватает. Ну что, Паукус. Я рад. Я рад, что ты у меня получаешь 5 звезд. Молодец. Ух ты. Липкая ловушка. У него новая способность. Это Паукус лепит шелковый шарик и бросает его во врагов. Разрушитель. Вероятность 25% уменьшит меткость на 50% в течение двух ходов. То есть... Ну да, он получается как будто их ослепляет. У них понижается меткость. Кстати, ребята, да, я понимаю, что вы мне пишите героев, типа, не прокачивай по уровню качай способности Ребятули. Все это у нас будет. Обязательно будем качать способности. Но сейчас я заинтересован, чтобы они у меня получили максимальные звезды. Желательно, ну, до платиновых, конечно, мы их прокачать в ближайшее время не сможем всех. Но хотя бы до 5 звезд. А потом уже, естественно, можно будет прокачивать им и способности. Я вас прекрасно понял, но и вы меня поймите, для чего я это все делаю. Так, и мы с вами отправляемся на испытание. И начнем, пожалуй-ка мы... А почему бы нам не начать с городской войны? А знаете, почему я начинаю именно с нее? Потому что мне нужна морозильная кошка. Поехали. Чего мы будем тут телепунькаться? И кого же мне дают-то здесь? А мне дают вообще великолепно. Ну, почти великолепно. Вот я могу отметить здесь Зека, Криса и Рокзара. Ну, эти еще тоже хоть кое-как тут у нас справятся. В идеале я вообще люблю, когда дают нам всех персонажей 70-х уровней. То есть я 100% говорю, что мы с вами доходим где-то там до... Там 6-го, 5-го боя. Так, ну здесь можно вообще автобой поставить. Че я тут играю пока? Волна вторая. Здесь все это у нас разбирается легко и просто. Как только доходим с вами до морозильной кошки, выигрываем там, я ее начну фармить. Мне нужна, ребята, 3 ДНК. Первая ДНК мы с вами заработаем, когда я смогу ее победить. И еще 2 ДНК надо будет мне как-то вот выбить. Нафармить. Опять же, рандомная. Не факт, что я ее получу. Но я постараюсь. А потом мы ее откроем. То есть это будет у меня еще один герой, как говорится, открытым. Ну что же, Донателло, этот паренек мне, в принципе, ну, постольку, поскольку прокачивать его очень тяжело. Вообще тяжело прокачивать тех героев, которые даются в определенных только лишь боях, да? Например, как вот этот вот Супер Шреддер. Ты же его нигде не сможешь взять. Нет, можешь взять, когда у тебя все герои Платинового, и ты отправляешься на Платинового эту войну. Там да, ну, а в данный момент для меня это просто большущая проблема. Так же, как и получить эти осколки Платиновые. Ну, давайте разберемся с этими ребятами. Так, эти падают у нас. Ой, ну здесь-то, конечно, 20 уровня. Вообще без проблем их разобрали. Победили, соответственно, зарабатываем ДНК, но на Донателло. Ну, давай, давай, давай. И двигаемся дальше. И у нас там, кстати, будет уже морозильная кошка как раз. Надо будет посмотреть, она сможет. Вот, смотрите, что нам нужно. Вот здесь, ну, это за победу мы это однозначно получим. И вот здесь мне нужно выбить ее. Да, придется потратить сырок для того, чтобы ее выбить здесь. Возможно, ребят, мы с вами дальше не продвинемся, да? В этой серии, потому что я буду пробовать искать вот эти вот две ДНК. Вот, ну, у нас же там еще есть одно событие. Пойдем, а уже в следующей серии, если что, у нас как раз сыр накопится, мы с вами продолжим эту бойню. Так ведь? Так. Просто уж больно хочется. Хотя, в принципе, если так вот подумать, морозильная кошка, ну что, она ничего такого особенного не делает. И, как говорится, лишний геморрой себе на задницу искать, в плане того, что мы ее откроем, ее надо будет прокачать, там, еще дальше продолжать на нее искать ДНК, многим это бы не понравилось. Но мне нужен этот персонаж, хоть он и не особо такой важный для меня. Когда персонаж у тебя уже открыт, ты уже спокоен, что он у тебя есть. Тебе надо будет только остальное искать ДНК на него, чтобы ты смог его прагапать. Ну, факт в том, что он у тебя уже открыт, понимаете? И, причем, не забывайте, что, когда у нас больше героев, мы, соответственно, на ранних стартах игры, когда у нас неделя проходит, мы можем с вами резкий толчок дать. Потому что у нас много персонажей, соответственно, мы и дальше с вами можем пройти. Ну что же, вот она, морозильная кошечка у нас. И давайте испытаем, как говорится, свою удачу именно вот здесь. Поехали. Да. Два телепорта приходится тратить. Три осколка, блин, серебряных. Это не очень мне... Да что-то карта Бибома, Бабима. Ну, блин, Карай. Хорошо, две ДНК на Карайку. Блин, 25 очков. Ну, хватит. Кстати, ребята, я... Нет, мы не будем сейчас с вами делать. Знаете почему? Потому что сыр-то у нас не только для этого события, но и для того, если я сейчас все спущу, тогда у нас серия получится супер короткой. Я уже потом тогда вне эфира попробую найти. Ну, а, как говорится, открывать мы будем уже с вами вместе. Поехали. Так, шесть сыра мы тратим. Да. Микеланджело у нас здесь разыгрывается. Поехали. В бой. Три волны. Три волны у нас. И начинается с бронированных тараканов. Ну, здесь можно тоже автобой врубить, потому что сороковой уровень для нас это не предел. Хотя, Бакстер может немножко пужануть, потому что он сорок шестого уровня. То есть, уже может получать люлей спокойно. Но он решает вот так сделать. Вот странно, да? Он выпускает вот свои вот эти ракеты. Почему ракеты не наносят массовый урон, как у нейтрализатора? Почему-то по одиночной цели бомбит. Хотя ракеты... Я понимаю, там пуля, но тут ракета, елки-палки, у него должен быть взрыв как-никак. Ну, ладно. Иначе он был бы слишком имбовым, да? Вы представляете, у него волна массовая, плюс у него маузеры массовые. Да еще, если бы у него и ракеты были массовые, он бы тут один всех рулил бы. Я на одном Леонарде, вы видели, что делаю с его супер-пупер вертушкой. А если такому чувачку дать в руки козыри, это будет жесть. Так, ну что же, у нас здесь разыгрывается уже Эйприл. Это эпизод пятый, кстати. Нет, ну сыра пока хватает, так что мы можем играть на расслабоне. Я также, наверное, здесь поставлю автобой. Какой уровень? По-моему... А, 50-й, ладно. Я думал, 55-й. Должны здесь победить. Ну, под удар, конечно, я подставляю здесь Бакстера. Тигр подставляется у нас здесь. Но я думаю, что все-таки мы здесь разрулим за счет моих Зэка, за счет вот Рокзара, ну и Крис, конечно же. Слушайте, а мне нравится, когда вы пишите в комментариях, кто откуда взялся. Вот, например, что, ну, Зэк, я знал, что Зэк у нас, точнее, не знал. А вы же мне написали, что Зэк это у нас... Ну, кто он у нас-то? Я уже забыл, елки-похи. Так, я знаю, что... А, к северу у нас... Нет, к северу у нас, получается, Саблизу. А, Ваня, Ваня, да, превращается у нас в Рокстеди. А Зэк у нас превращается в Бибоба. Он в Кабана превращается. Да-да-да. Почему я вспомнил? По прическе. У него же тоже у Бибоба Эрокез. Слушай, ну, почему-то я вот не помню, знаешь, что? Чтобы в мультике Ванька был в русской форме. Что-то как-то не то. Немножко не склеивается. Там, по-моему, они были вообще какими-то, знаете, обезбашенными дурачками какими-то. Вот, я помню, что Зэк там был панк какой-то такой весь напантованный с пирсингом. А вот чтобы... Так, погоди-ка секунду, мы тут разговаривались. А вот чтобы Рокстеди был русским Иваном, это как-то что-то не то. Эй, ребятули, что за дела? Я не понял. Вот это я, называется, поразмышлял слух. Черт, подери. Потерял двух бойцов своих. Нет, ну, в принципе, я не удивлен, как бы, немножко. Но обидно, что я, наверное, мог бы их сохранить, все-таки играя сам. А так мы их просто слили. Причем глупо и тупо. Ладно, хорошо. Продвигаемся с вами дальше уже. Так, Эйприл Кунаичи мы получаем. Дальше, я думаю, что нет смысла двигаться сюда, потому что, наверное, не справимся. Хотя, хотя, посмотрим. 65 уровень. Блин, заманчиво. Ладно, я рискую, я рискую, ребят. Мне просто, вы знаете, прекрасно, что ДНК лисички всегда нужны. Они очень редкие. И, как бы, стоит побороться. Ну, проиграем и проиграем. А если выиграем? Вот тут и оно. Так, и еще, ну, на три звезды, конечно, не получится. Так, я не понял, у них контур, что ли? Не сработает у них никакой контур. Так. Пиу. Все-таки бомбанул. На, ну-ка. От, да елки ты. Палки. Отлично. Сколько тут? Четыре волны. Ну, с этими-то мы быстренько зебамбами разберемся сейчас. Вот, смотрите. Оп. Ага. Хотел сказать минус. Никакого минуса. Тигр. Так, у него пониженная атака. Что будем делать? Давай вот так попробуем сделать. Ё-моё. Вот, вот, вот. Правильно вы делаете. Стреляйте. По кому? Секунду. Подожди, я не понял. А-а-а. Почему так жестко? У меня хилы-то здесь нету? Нету. Черт подери. Вот так вот. Без хилы стопудово упадут. Я имею ввиду. Или даже, скорее всего, оба упадут. Провокация только одна у меня. И то на Рокзаре. И сейчас она кончится. То есть, следующий бой у нас просто в голяшку пройдет. Причем это только третья волна. А здесь у нас массовики. Ладно, попробуем все козыри тогда. Блин, все козыри включил. Ага. Погибать так с музыкой. Ведь так? Есть. Ну, четвертая волна. И здесь, ну, здесь уж звездец будет. Что? Я даже не знаю, что мне делать. Ну, давай начнем с лисы. Однозначно мы не пробьем. Защита нам здесь тоже не поможет. А если вот так вот? Крепкий рафик. Тут ничего не могу сказать. Нет, скорее всего, завалят. Завалят, завалят они. Минус тигр. Соответственно, сейчас еще и... Бэмс. Вот так вот они. Безжалостные гаденыши. Ну, и я тогда буду безжалостным. Мне уже терять нечего. Все, что мог, я уже потерял. Иди отсюда, лиса. Успокойся. Ой. Тихо. Ну, я не собирался зэка-то терять. Эй. Ребятули, успокойся. Так, давай делаем защиту нафиг. Посмотри, как она бомбит. Нет, ну, зэк сам по себе какой-то ватный. Он... Вот сколько его не качает... Сейчас опять зэка будет бомбить, да? И добьет его все-таки, наверное. Что это? Полено. Ух ты. Ё-моё. Нам повезло. Не сработало, по-моему, да? На тебе. И вот так вот. Шикарно. Да, хорош, что успокойся. Добивай его. Ага, добивай. Ну-ка, ногтями. Постепенку повесили. И пробивной, я думаю, пробьем. Да, отлично. Шикарно, великолепно. Слушайте, у нас, по-моему, с вами закончился сыр. Или все-таки еще на один бой остался. Сейчас посмотрим. Да, лисичку мы получили с вами. Конечно, на три звезды мы не прошли. Блин, ну вот все время, вот где-то, вот где-то около концовочки мы тремся и никак не можем пройти. Но не хватает, ребят, мощей. Да и не то, что мощей не хватает. Просто мне дали таких персонажей, которым я тут слишком сильно не повоюю. У нас восемь сыра. Соответственно, сюда нет смысла прыгать. Нет, если бы у меня вот здесь были бы, например, Леонардо и Рафаэль, я бы, конечно, прыганул бы. Да и то, по-моему, отгреб по полной программе. Но я могу что сделать? Я могу предложить вам, ребятули, зайти в испытание, на испытание майки. Мы тратим с вами три сыра. Блин, ну еще хуже дали. Ё-моё, ну вообще. Вообще прижимает меня что-то к ногтю эти ребятули. Вам не кажется? Давай автобой, ё-моё. Сколько у нас тут получится? Ну, два боя уж точно мы с вами сделаем. Это как пить дать. Но больше всего меня интересует именно, ребята, Лига. Не то, что даже в последнее время, а вообще всегда я именно в ней заинтересован. Потому что все зависит от нее. Сколько мы получим с вами этих платиновых осколков. Сколько мы с вами получим персонажей. Именно все зависит от Лиги. Поэтому я, как говорится, на ней и зациклен, можно так сказать. Ну, здесь что мы получаем, да? Вот мы за каждый проход получаем там по одной ДНК определенного героя. Но если мы с вами проходим, как говорится, Лигу. Да еще, причем с хорошим результатом. Мы получаем с вами по 30, по 20 ДНК персонажа. А это, согласитесь, очень много. Так, ну ладно, давайте бомбить. На автобой, естественно. И, кстати, это будет последний бой, потому что сыр у нас закончится. Грустно. Можно осознавать, но тем не менее. Ну, давайте разбирать их. Но зато есть и положительный сегодняшний плюс игры. Мы, Паукса, с вами подняли в ранге 5 звезд. Это шикарно. Остается его теперь прокачивать. И он довольно неплох. Неплох. У него вот эта вот вертушка, которую, знаете, пробивная. Плюс мы ему открыли новую способность. Ну, естественно, на первом ранге она слабенькая. Она ничего из себя не представляет. Но если мы прокачаем, то, извините меня, промах 50%. Это уже много чего стоит. Так, ну что же. Получили Микеланджело ДНК. Одну штучку. И, наверное, все, да? Или битвы? Все или не все? Сейчас посмотрим. Так, тут у нас ничегошники нету. Ага, смотри-ка, Паукус. А, ну тут ДНК. Я же думал, может быть, какая-то способность у него появилась. Причем, смотрите, мы с вами уже накопили 11 тысяч сюрикеров. Я тратить их не буду. Знаете почему? Потому что они нам пригодятся для апа. Угу. Вот, например, нужно 4... Блин, 400 осколков, ребята. 400. И 10 тысяч сюриков. Блин, а у нас только, ну, почти 200. А сколько мы играем уже с того момента, когда мы пропали Рафика? Наверное, месяц уже прошел, а может быть, даже и побольше. Ну, вы понимаете, да, к чему я клоню? Но если у нас будут прокачаны хотя бы первая вот эта вот пятерочка. Первая пятерочка будет прокачаны на платиновые. Мы уже с вами будем ходить и на платиновые бои. Соответственно, там уже и осколки будут зарабатываться. Соответственно, и будет прокачка идти быстрее. В общем, дела тогда уже наладятся. А сейчас мы, тихонько, не спеша, в свое удовольствие, играем, познаем азы, ё-моё. Так. Ну, вот этих, например, я, ребят, не могу. Или могу? Нет, этих я могу. А которые у меня не проапанные 20 уровня. Вот они вот как бы на своем пределе стоят и все. Блин, муразинная кошка. Я думал, что смогу все-таки ее открыть. Но я открою. Вот за эти испытания я должен ее открыть. И вот у Саги, блин, прикольный чувачок. Тоже бы его как-нибудь открыть. Всего лишь нужно 12 ДНК. А где их взять? Ну, про Шредера. Супер. Шредера я вообще молчу. Нам нужно 40 ДНК. Также я хотел как-то в свое время слэша получить. А потом подумал, ну, он не очень такой мощный. По крайней мере. Ну, открою я его. А вы представляете, сколько нужно мне потом найти ДНК для того, чтобы его повысить по уровню. До той же самой четвертой звезды. Для пятой. Ужас. А кого у меня меньше всего, а, ребят? Это, по-моему, Крэнга, да? Да, Крэнга. Кстати, Рокстеди можно открыть. О, секунду. У нас же с вами есть монетки. Как это я про них забыл-то? Их же нужно потратить. Вот. Погоди-ка. Что? Ну, это меня не интересует. А вот здесь уже, да. А ну-ка посмотрим. Что мы там с вами хотели открыть-то? Я уже, честно говоря, и подзабыл. Хм. На кого быстрее накопить-то здесь у нас? Получится. Я даже что-то мельтешу, мельтешу. И того, и того охота. Ой, ладно, давайте. Армакона. Блин. А я вот тут могу 6 получить ДНК. Два раза-то. А? Как оно вам? Вот и я тоже не знаю, как оно. Ладно, ребят, давайте вы мне напишите, если что. Может быть, вы знаете, кого лучше все-таки взять. У меня, по-моему, нету Рафаэля. Вот этого. Так, а что у нас по этим? Ох, 520. А 520 это... Это мало. Нам не хватает буквально 10, чтобы я смог... Да, например... Слушай, это же... Ага. Мы можем с вами открыть классического Рокстеди. Хм. Надо только подождать 10 очков. Ладно, подождем. Ну что, дорогие мои друзья. Давайте тогда на этой ноте, пожалуй, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях. И продолжим играть в Черепашек Ниндзя. Так что, всем пока. Удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»!